В прошлый раз я обещал тему веселую, в этот раз я обещаю тему не то чтобы занудную, но такую вот с уходом в возможно не очень нужные нам глуби, а может быть наоборот очень нужные. Это зависит от того, кем вы себя ощущаете, исследователем этих самых языков программирования и всего вот такого, или же просто будущим программистом кодером. А где у нас, а вот она, что-то тут свалилось слегка. Так, готово. Значит, смотрите, тема у нас такая, где она тут, наследование, но прежде чем мы будем разговаривать про наследование, которое само по себе тема вроде бы понятная, а вроде бы и мутная. Я расскажу то, что обещал рассказать в прошлый раз и не успел, а именно про некоторые уже совсем внутренности того, что сделано в питоне. В частности, про такую штуку, которая называется дескриптор. Мы частично ее уже трогали, когда говорили про проперции, которые мы тут договорились называть свойствами. Но на самом деле идея за дескрипторами лежит более глубокая, а именно, тут вот даже есть где-то снизу статья на Гвида. Вот, ссылка на Гвида. Когда Гвида разрабатывал объектную модель для третьего питона, который тогда еще назывался питон 3000 почему-то, у него как раз пришла в голову идея как раз про дескрипторы и про слоты, о которых мы тоже сегодня поговорим. Так вот, дескриптор – это такой подход к организации namespace объекта, в котором его поля лежат вообще не в объект. То есть у нас есть единственный namespace, это namespace класса. В классе лежит объект специального вида, обмазанный геттерами и сеттерами. Этот объект, обмазанный геттерами и сеттерами, устроен так, что он еще получает при вызове еще и self. И, соответственно, когда мы его вызываем в качестве метода, доступ к нему посещаем в качестве метода, он получает этот self и расписывает какие-то поля. Но он является именно полем класса. Дескриптор является полем класса, полем объекта он не является, как то, что мы видим сквозь призму экземпляра класса, когда конструируем его, мы видим просто тот же самый дескриптор, просто вот, да. Как и в случае property, которые были сделаны на базе дескриптора. Дескриптор – это штука, которая поддерживает геттер, сеттер и делизер. Если вы не сделали сеттера, то это будет так называемый non-data-дескриптор, про который я вскользь замечу чуть позже. Вот. Поскольку у вас передается, значит, поле это является экземпляром класса, да, то есть это поле класса, но туда передается self настоящего объекта, а еще, кстати сказать, тип туда передается. Смотрите, сам класс туда тоже на всякий случай передается. Так что вы можете делать что-нибудь хитрое в вашем геттере в зависимости от того, в какой класс, объект какого класса вот эту штуку возвращает. Если очень хотите. Если очень хотите, вы можете различать классы, с которыми работает ваш геттер. Вот. И главная фишка дескриптора состоит в том, что если вы определили дескриптор с некоторым именем в вашем объекте, то наличие чего-то в словаре дикт уже роль не играет. То есть если вы определили дескриптор, то даже тот факт, что в дикте у вас тоже что-то такое было записано, как бы руками туда положили. Вот. Его уже не видно, значит, он его загораживает. Но для нас главное, это все внутренние свойства дескрипторов. Для нас, естественно, главное свойство дескриптора состоит в том, что у нас вместо просто поля с данными, получается поле с управляемыми данными. А именно, когда вы оттуда что-то берете, запускается метод BlaBlaGet. Когда вы туда что-то кладете BlaBlaSet. Вот. Ну и наконец, когда вы удаляете, запускается метод BlaBlaDelete. Вот. Выглядит это буквально вот так. Вы говорите, что дата имеет тип дескриптор, то есть заводите объект, объект типа дескриптор. Вот. А Python, глядя на вот эту дату и видя, что в ней есть метод BlaBlaGetBlaBla, понимает, что мы имеем дело с дескриптором. И, соответственно, обеспечивает нам доступ вот при работе в следующем. Ну вот сейчас покажу как. Ну давайте что ли прям руками наберем это или скопипастим. Тут уже довольно много кода. Так и поднимается копипастить. Давайте скопипастим, я поленюсь, с вашего позволения. Скопипастим, а потом я словами объясню, чего это все значит. Так. А пока копипастить кто будет? Вот. Нормально видно, да? Значит, смотрите, вот это у нас класс дескриптор. Объекты такого типа будут являться дескрипторами. В нем конкретно этот класс определяет хранилище одного объекта, который по умолчанию known. Вот. Вот. И в момент, когда мы к нему ходим на чтение, он еще выводит диагностическое сообщение о том, что мы захотели из такого-то класса, такого-то объекта получить наше поле. Вот. Когда мы в него записываем, опять же в этот момент выводится диагностическое сообщение. И на самом деле, как видите, ничего не удаляется, а просто значение расписывается в ноль. У нас было на практике такое сегодня задание. Похоже. Вот. Точно так же, как это происходило и с проперциями. Только проперции, они более, что ли, ближе к программисту, а это более ближе к внутринствам языка. Вот. Дальше мы описываем поле типа dsc, да? Поле типа дескриптор. По наличию метода get Python определяет, что это дескриптор. Вот. И дальше с этим полем можно по-всякому работать. Давайте посмотрим, как. Так. Ну что, d, dsc. Вот у этого поля d есть value. А, нет, не dsc, что я несу. Класс-то у нас по-другому назывался. Класс назывался просто c. Традиционно класс называется c. cc равенец c. А, сейчас, стойте. Там какой-то init. Ну и дай посмотрим. А, ну просто поле name заводится. Извините. Стормозил. Вот у этого самого объекта c есть два поля name и data. Вот эта самая data, это то, что нам дескриптор оставил в наследство. И мы можем сказать c.data. Ну, допустим, там, не знаю. Ой. a равняется c.data. Обратите внимание, что при самом факте доступа к полю data у нас дернулся соответствующий метод get и вызвалась функция print. Вот это. А, черт. Я тут же нахожусь. Ну, в общем, сейчас. Нет, не это. Вот это. Да? Значит, дернулась функция print, функция get, в ней, значит, выполнился print, а потом там туда вернулось значение. Ну, значение вернулось, да. Это значение null, я так думаю. Точно. Мы можем сказать a равно, там, не знаю, сто пятьсот. Ой, только не a, а что там. c.data. c.data равно сто пятьсот. Обязательно. Можно было и минус оставить. Обратите, та же самая история. Дернулся метод set, да, дернулся это значение, ну и произошло присваивание. Если мы сейчас скажем print c.data, вот здесь, да, то произойдет то же самое. У нас сначала выведется та строчка диагностическая, а потом еще и это сто пятьсот. Наконец, когда мы скажем дел c.data, опять же дергается, ой, тут ошибочка. Тут я забыл букву f поставить. Ну, в общем, вы меня поняли. Да, вот так вот надо было это сделать. Сейчас мне скажут, что он уже изменен. Ой. Да хладно тебе. Вот. Значит. Где там c равняется? Вот. Это по табу так получается. Смешно. Вот. Значит, вроде все понятно, что тут происходит. Кстати, сюда передается, похоже, класс, да. Здесь вот не обжиг, а класс. Только вот это не так пишется, а вот так вот, да. Обратите внимание, что в каждой из этих, нет, в set, кажется, не передается, а вот в get и в delete передается также и класс, с которым мы, собственно, работаем. Да. Да. Это именно класс c. Сейчас. Сейчас я попробую еще раз это показать. Или давайте мы пример прямо тут привезем. Да. Хотя нет, лучше отсюда. Вот смотрите. Вот мы его создали. Вот мы сказали c.data. И getter получил три параметра на вход. Self, а нет, два параметра на вход. Self и класс этого self. Да. Мы сказали c.data равняется 42. И getter опять получил на вход класс того объекта, здесь тоже надо было c.ls написать, да. Ой. Того объекта, внутри которого лежит наш setter. Вот. Ну и наконец, когда мы удаляем, мы тоже получаем этот класс. То есть каждый из этих методов, помимо симфа, еще получает в качестве параметра класс. Вот. То есть это более толстый инструмент, мы можем вставить проверку этого класса, вставить проверку наследования, в зависимости от наследования ходить к разным полям, ну и в общем развлекаться как хотим. Вот. Вот теперь вроде все правильно. В двадцать какой? В восьмой. В восьмой. На самом деле тут c.ls, конечно. И вот здесь тоже. И вот этот уже, вот этот пример уже на самом деле похож на правду. Давайте еще раз. Да. Вот мы сходили, вот мы присвоили, вот мы удалили. Вот. Вот теперь все, все, все по чести. Понятное дело, что это был такой дешевый, дешевая демонстрация того, что можно сделать с помощью дескриптора. В действительности ГВИД говорит, что половина того, что сделано с объектной моделью в питоне, внутри там сделано как раз с помощью дескриптора. Потому что мы определяем метод get и в результате вместо того, чтобы просто тупо что-то куда вписывать или что-то откуда-то считывать, мы ходим к соответствующим определенным функциям, определенным методам, которые реализуют это хождение к считыванию, хождение к записи и так дальше. Вот. В лекциях есть ссылка на статью ГВИДа, которую я только что показал, и на статью в Python HowTo, вот она, где тоже, в общем, достаточно разумно описано все, что происходит с дескрипторами. Я не готов долго на эту тему распространяться, но вот тут описаны как property устроены и как cell устроен. Помните, откуда cell у нас был? Cell – это еще один тип, который встречается, например, в реализации замыкания. Помните, когда мы делали замыкание, там влезал какой-то cell со страшным идентификатором. Вот. Это такая, я так понимаю, табличка с элемент тип значения. Ну, вот тут так и написано spreadsheet 20. То, куда мы складываем залившие в неймспейсе объекты, которые нужны, чтобы присутствовали после замыкания. Вот. Ну, в общем, почитайте эту статью, она большая, так сказать, она не очень большая, но очень информативная. Так, вот это надо поправить. А то тут общ везде написано. Давайте я поправлю. Прям при вас. Значит, что я хотел поменять? Я хотел поменять примерчик, потому что там везде, на самом деле, там везде, на самом деле, не объект, а класс. Да? Вот здесь класс. И вот здесь класс. Делается это именно для того, чтобы наше взаимодействие с всей этой объектной моделью было более полным. Вот. Чтобы можно было понять, с каким классом мы имеем дело. Вот. Вот это я не понимаю, что. Давайте попробуем. Где у нас там? Где у нас там это? Вот. Ну-ка. Так. А, сначала надо его создать. Только С. Ну вот. А вот вам еще одна фигня, которая состоит в том, что, поскольку это поле класса, то пока вы сами там внутри не реализуете какой-то выбор того, какому объекту это принадлежит, да, вот такой простейший реализации, который мы сейчас рассмотрели, ну, естественно, меняете поле класса. Видите, да? Я прописал дату вот сюда, а вылезло оно отсюда. Вот. Но, поскольку вы можете всегда посмотреть, а, собственно, к какому объекту вы лезете, у вас всегда проезжает сэлф, вы можете что-то с этим сделать. Такие дела. Значит... Еще одна штука, про которую Гвида упоминает все в той же статье. Вот. Я сначала думал про нее не рассказывать, а потом выяснилось, что она, во-первых, очень простая, а, во-вторых, это тоже была фишка, которая была внедрена в Гвида в трехтысячном питании. А вот. Эта штука называется слоты. Значит, слоты — это... Вот про что. Смотрите, у нас, когда... Мы используем в питоне объекты или классы как динамический namespace, помните, в любой объект можно добавить поле, удалить поле из любого объекта. Вот это все. Встает вопрос, а зачем? Вот. Но мы смоделировали нашу объектную модель. Мы знаем и без того, какие поля у нас внутри объектов. Зачем туда иметь возможность что-то добавлять и что-то удалять? Вот. Не проще ли, наоборот, как-то защититься от таких безумных действий? Вот. В принципе, питон — это не про защиту от безумных действий, наоборот, скорее про поощрение безумных действий. Вот. Но, как бы, побочный эффект от этого есть. А вот то, с чем Гвида действительно боролся — это вот с каким фактом. Предположим, мы-таки, да, создали объектную модель. У нас известно, какие поля в каких классах. Эту штуку мы динамически не меняем. И внезапно у нас с каждым объектом создается свой собственный namespace, свой собственный дикт, хранящий все значения всех полей класса. Всех полей нашего объекта. Каждый раз, когда мы конструируем объект, мы в ините пишем self.poler равняется значение. Вот эта self.poler равняется значение попадает в namespace нашего объекта. То есть в каждом объекте после каждого инита образуется целый набор совершенно одинаковых имен полей и совершенно одинаковых значений. Ну, если только мы их не переинциализировали. Но имена точно всегда одинаковые. Ну, смотрите, да, сейчас попробуем что-нибудь такое забацать. Значит, хотя нет, это, наверное, надо все-таки сделать вот так вот, да. Значит, вот мы пишем класс, там, c наш, да, dev init self, там, не знаю, f, a, b. По-моему, в ините что-то не хватает. Вот, чего нам не хватает в ините. self.a, это был опять self. Вечер сегодня какой-то. self.b равняется a, b. Вот, и в этом простом коде мы уже явно говорим, что, ребята, когда мы создаем объект класса c, мы туда складываем целых два значения a и b, которые вообще-то инициализируются, но у них при этом имена все равно a и b. Или там, не знаю, там, что-то хитрое. А можно даже делать не так, можно даже вот так написать. Ну, 1, 2. Вот. Вот. Вот даже в этом случае, когда у нас значение инициализируется константный, все равно ситуация такая, что мы говорим c равняется c, и у нас c точка a и c точка b это поля нашего объекта. И а и b, сейчас покажу, вот они здесь хранятся, дикт. Вот они. У c свой дикт, у другого элемента будет свой дикт, и это будут разные дикты, совсем-совсем понятное дело, потому что мы в них можем что-нибудь положить. Так вот, слоты это, в первую очередь, про экономию памяти. Вместо дикта в каждом объекте, в котором хранится динамический namespace, мы определяем один статический namespace на все объекты, которые будут создаваться из нашего класса. Определяем его вот таким вот образом. Слотс равняется, и дальше список имен, то бишь строк, какие у нас будут поля. Ну, скажем, фу и бар, классический пример, да? Здесь напишем точка фу, а здесь напишем точка бар. В чем, собственно, какую мы видим разницу? Разницу мы видим следующую. Что? Поскольку мы организовали наш объект не с помощью дикта, а с помощью слотс, в нем дикту нет вообще. Это означает, что вместо того, чтобы с каждым объектом заводить каждый новый словарик, мы ходим к этим слотам и там просто смотрим, для какого объекта какое значение хранится. Ну, скажем, d точка фу у нас равно единице, мы можем производить его там пятерочки, а если c, скажем, вот так вот, то c у нас, естественно, там будет свое значение, и мы его можем поставить в свое место. То есть работать все продолжается. Вот. Но вместо того, чтобы хранить каждую структуру данных целиком в каждом объекте, мы храним одну большую под названием слоты, и там просто разделяем, к какому объекту какое значение принадлежит. Дополнительное свойство организации неймсплейс объекта через слоты состоит вот в чем. Если у вас неймсплейс объект организован через слоты, в него нельзя добавлять поле, у него неймсплейс статический, не динамический. Вот. Если вам хочется таким образом разработать свою объектную модель, делайте через слоты, это будет, вы все ошибки, связанные с случайным обращением к несуществующим, к случайным попыткам завести новое поле, все эти ошибки огребете на этапе выполнения, даже на этапе, вот видите, да. Вот. Еще одно дополнительное свойство, но оно такое случайно образовавшееся. Это что делать, а если вы все-таки задаете дикт, и напишите что-нибудь такое, типа, фу, бар, и там что еще, бас, да? Вот. Понятное дело, что вот здесь вы уже не можете написать, там, бас равняется, self.bass равняется 42, по той же самой причине, по которой вы там не можете это сделать. Вы не можете в объект засунуть дополнительное поле, все, неймсплейс статический. Но вот так вы написать можете, смотрите, вот они, все три имени видны, при этом дикта как не было, так и нет. Вот это поле баз, но поскольку оно не объявлено слотом, а у вас теперь выходите к соответствующему содержимому именно через слот. Кстати сказать, это такой дескриптор, да, вы понимаете, что это просто метод бла-бла, гет-бла-бла работает. Вот и все. Так вот, поскольку оно не объявлено слотом, вы не сможете ему что присвоить. Bar можно быть? Конечно. Это был R. Bar, пожалуйста. Ну, смотрите, дикта у нас нету, да? Да, в дикте нет, по этому слову. Он, 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 там история такая, значит, еще раз, да, я не зря сначала рассказал про дескрипторы и про метод get, да, вот, про то, что вы можете вместо стандартного механизма определить самостоятельно механизм получения значения по, атрибута по имени, и этот механизм называется метод get. В данном случае работает просто какой-то метод get, который получает какое-то имя, ходит с этим именем куда-то к себе внутрь, внутрь реализации слота, видит, что такое-то имя принадлежит списку слотов, а такое-то не принадлежит, но было объявлено при объявлении. И в зависимости от этого, соответственно, он либо, либо понимает, как ходить к вот этой табличке слотов, да, либо говорит, нет, слушайте, у меня имя есть, вы имя определили в классе, а табличке слотов для него места нету, не было объявлено, что для него нужно завести слоты, то есть не было объявлено, что для каждого объекта значение этого поля будет разным. И это не поле, не поле класса, это тоже такой слот, просто он неизменяемый, для него нету обрабатывающей функции. Поэтому он там залип, и все, и мы его не можем изменить, зато можем таким образом вводить константы. Сколько должно быть в классе, чтобы начинать думать о слотах, а это там очень важно, или нет? Я думаю, что до тех пор, пока у вас все работает, об этом думать особо не надо. Об этом надо начинать думать, когда вы начинаете задуматься о быстродействии, потому что с быстродействием тоже все, в случае слотов, быстрее, потому что там не будет этих многочисленных локапов, они будут в единственном числе. И когда вам действительно нужно думать об экономии памяти, экономить, там, вы будете до сорока процентов, неймеспейс. Вот. В другом, во всех остальных случаях пишите по-человечески, в том смысле не по-человечески, а по-простому. Потому что это читается проще, потому что вот такие конструкции читаются, ну, так. Надо себе каждый раз говорить, да, я понимаю, что это такое, я понимаю, это слоты, ну, вот это все. Вот. Повторяю, внутри питона дескрипторы и слоты в реализации объектов встречаются гораздо чаще, просто мы на это не смотрим, именно потому, что классическая объектная модель с классическими полями и классическими методами выглядит просто привычнее, удобнее, синтаксически она более чистая. Ну, вот это все. Вот. В чем-то еще я обещал рассказать. Я обещал рассказать про метаклассы. Я, правда, тут... Эта тема либо очень большая, либо очень маленькая. Вот. То есть, ну, реально, там в документации довольно много написано про метаклассы и про то, как с ними работать, и что с ними можно делать. Задача очень простая. Метаклассы — это конструктор классов. Вот. Ну, самый обычный. Мы, в принципе, можем написать конструктор классов безо всяких метаклассов. Правда, смотрите. Сейчас возьмем и напишем конструктор классов. Функцию, которая будет задавать внутри себя класс и его возвращать. Почему нет? Да. Смотрите, смотрите. Давайте напишем. И давайте посмотрим, чего в этой функции не хватает. Почему метакласс лучше. Давайте ее напишем как-то. Значит, напоминаю еще раз. Это не то, как сделаны метаклассы. Это именно их дешевая пластиковая имитация. Ну, какого-нибудь парам. Это было слово init. Ну, давайте не так. Так. Ф равняется парам. А, нет. Return, естественно, без зызы. Так можно. Не надо относиться к слову класс как к какому-то страшному описанию классов в C++ или что-то такое. Класс — это просто такой конструктор. Вот мы его можем вызывать внутри функции, почему бы и нет. Как все это выглядит при этом? C равняется мета от BBB. Это класс такой. Свежесобранный. Когда-то он назывался БЗЗ. C — это экземпляр такого класса. У этого экземпляра класса есть поле Ф, которое внезапно равно BBB. Берем, создаем другой. Да, мы можем таких экземпляров наплодить довольно много. Да, там может вот еще один. А можем сделать новый класс. Минат. Минат. Господи, прости. Давление, давление пляшет. Вот и все. Вот. Что нельзя таким способом сделать? Нельзя предусмотреть другой способ задания экземпляра класса. Мы здесь должны этот класс от начала до конца весь описать. Вот. Поэтому в действительности мета-класс, конструктор класса, выглядит слегка по-другому. Но для того, чтобы нам хотя бы посмотреть на его пример, мы должны затронуть следующую тему. Это следующая тема — наследование. Давайте так, мы сейчас доразбираемся с мета-классами, потому что, я повторяю, эта тема либо очень большая, либо маленькая. И пока что наследование будем понимать в совершенно примитивной форме, а именно, что из одного класса можно сделать другой класс, и у него будут наследоваться все поля, которые были у первого. Вот. Ну. Так. Да. Закончим сначала с мета-классами, а потом поговорим про наследование уже более полное. Значит, уберем это безобразие. И напишем так. Дев. Интересно, а я же делал пример, почему я его никуда не вставил. Ну, хорошо. Класс. С. Не знаю. Что-нибудь. Не важно. Филд равнеется один. Я надеюсь, что никому не нужно объяснять, по крайней мере, на скорую руку, что такое наследование. Наследование, это когда мы делаем класс D, а у него там... Вот. И что-то... Вот. И говорим, что этот класс D наследует все поля и все методы класса С. Да? Вот так вот. Да? Ну, давайте посмотрим, что получилось. Ну, для начала, класс С. У него, как полагается, два поля. Одно поле класса F, другое поле класса F. Мы можем всегда сказать C F. Можно сказать C F. Вот. Он без параметров. Все хорошо. Теперь давайте создадим элемент класса D. У него внезапно три поля. Первые два унаследованы от класса C. И второе свое собственное, которое было провнесено. И всякие фуны от него работают. Вот, собственно, и все, что... Нет, не так, конечно. Как это? Вот и все, что вы хотели знать о наследовании, в скобках нет. Вот. Значит, тем не менее, вот в таком виде, в виде линейном наследовании, вообще проблем никаких нет. Мы можем перебивать поля, мы можем перебивать функции. Ну, давайте мы, раз уж зашла такая пьянка, все-таки чуть-чуть про это поговорим. Ну, не знаю, еще какую-нибудь функцию, да, там, акт. Вот так, да. И вот здесь этот самый, мы можем, например, взять и перебить этот самый акт. И тут написать что-нибудь такое. Ну, как-нибудь так. Абсолютно ничего военного нет в том, что здесь написано. В классе С будет метод акт. В классе Д будет переопределен новый метод акт. А старый, стало быть, просто исчезнет из его namespace, поскольку будет более свежий метод. Ну, а если другое количество параметров, то вы сами себе злобные буратины. Потому что тогда выяснится, что один и тот же, что методы одного, методы родителей нельзя вызывать из ребенка или наоборот. Это нехорошо. Хотя допустимо, если вы договоритесь с самим собой так не делать. Значит, про то, как вызвать метод родителя, мы поговорим чуть позже. Потому что это важный момент. К сожалению, он уехал в самый конец нашей лекции. Я надеюсь, что мы успеем. Потому что иначе это будет, ну, нехорошо. Да, значит, ну, собственно, как уже говорилось, ничего военного. Но вот у нас есть метод, у нас есть элемент класса D, и у него есть метод акт. И он работает не так, как у класса C. Да, C акт от одного выглядит вот так вот, а D акт от одного выглядит вот так вот. Вот. То есть, опять же-таки, поскольку у нас совершенно динамическое пространство имен и совершенно... Нет, типизация строгая, скажем так, динамическая процедура принятия решения о проверке типов. То есть, тот факт, что вот здесь вот мы взяли, убили одну функцию и вставили другую, не должен выглядеть как нечто противоестественное. У меня есть один важный вопрос, собственно, который, наверное, мы не можем решить не с помощью вот той функции, которая генерирует классы, не с помощью обычного синтакиса. Мы не можем сделать вот что. Мы не можем взять и, допустим, смотрите, как перебить вот это? Если я хочу, чтобы принц нам выдавала не вот такую фигню, а что-нибудь, ну, более осмысленное или более красивое. Как перебить, например, передефинит методы класса? Если мы сейчас передефиним метод вот здесь, класса С, да, то это будет метод объекта. Смотрите. И внезапно, ну, что мы здесь напишем? Ну, мы можем сказать self.f, да, но главное, что это будет класс, это будет объект. Да, мы перебили стыр для объекта. Как перебить стыр для класса? В общем случае, никак. Каждый раз, когда внутри описания класса мы описываем стыр, этот стыр будет применяться к тому объекту, который мы вызываем. К самому классу стыр не применяется. Тем не менее, как мы видим, он применяется. Мы можем вывести на экран такую строчку, просто она будет стандартно отформатирована в питоновском стиле. Как питон это делает, когда у вас никакого стыр нету. Так он теперь есть, да? Вот. А вот так вот, как не было, так и нет. Очевидно, нам нужно класс С сконструировать таким образом, чтобы в его, так сказать, прародителе можно было переопределить этот самый метод стыр так, чтобы в класс С он же приехал переопределенно. И вот здесь вот как раз нам и приходит на помощь метаклассы. Я сейчас попробую найти ссылку на метаклассы попроще какую-нибудь. Там должна быть где-то... Нет, это как раз прямо учебник. О, вот это шикарный, прекрасный пример. У нас есть универсальный тип, называемый type. Это тип прародителя от всех классов. Любой класс имеет тип type. Смотрите. Type от int, я думаю, что тоже имеет тип type. Так вот, метакласс — это конструктор классов, точно так же, как класс — это конструктор объектов. И мы говорим, ребята, смотрите, мы берем, создаем наш класс со словами, вот метаклассом для него будет являться не просто type, а вот эта вот штука. А разницы, между прочим, никакой. Давайте прямо в наш код его вставим, вот это дело. Здесь напишем, типа, класс, это было слово класс, мета от type pass, то есть определенный класс, который ничем не отличается от обычного type, кроме того, что он от него унаследован. Здесь напишем метакласс, вау, что это было, метакласс равняется мета. Так, во-первых, мета, во-вторых, по-моему, все. Вот, кажется мне, что сейчас ничего не изменилось. Могу ошибаться. Не изменилось ничего. Ну, кроме вот этого, разумеется. Поскольку наш класс С теперь унаследован от мета, и его тип вот... Да, не изменилось ничего, кстати, от type D, что нам скажет. Ну да, понятно. Ну и спрашивают, а вот здесь вот, в конструкторе, мы можем написать так. Как вы думаете, чей это будет стыр? Громче. Да, это будет стыр тех классов, которые будут унастроены от мета классов, не объектов. Поэтому, если мы сейчас это все запустим... Ну, да. Да, это производный класс от С. Ну, все, мы убили, теперь мы не знаем, какой у нас класс. Ну, сами виноваты. Надо было здесь, конечно, что-то с селфом сделать, еще чего-то. Ну, короче говоря, как-то облагородить эту выдачу. Но идея именно в этом. Когда вам нужно модифицировать процесс создания класса и создания объекта перед тем, как он приедет в ЭНИД. Вы используете мета классы. Все, значит, на этом наш взгляд одним глазом заканчивается, потому что мы уже забурились в наследование. Видите, у нас родительский класс, ну, мета класс, родительский класс и дочерний класс, аж три штуки. Вот. А про это мы еще не говорили. Почему оттайп не берут? Потому что. То есть у нас есть единственный способ это унаследовать оттайп. Если вы будете унаследовать не оттайпа, то смотрите, что вам придется делать. Вам придется реализовать некоторое количество из этих методов. Не знаю, все ли, но многие. Да? То есть вот этот самый объект типа type, то, что создает классы, оно не просто так, как создает, да, оно много чего умеет. И внутри питона к этим методам довольно часто ходят. Ну, какие-нибудь вот такие вот методы, да, явно связаны с тем, что вы, да, МРО, прекрасный метод, метод resolution order. Вы должны сами обеспечить все вот это, если вы не унаследуетесь оттайпа. Мне неизвестны примеры такого рода, хотя это не запрещено. Теперь мы возвращаемся, собственно, к МРО. Точнее, к наследованию. Здесь я хотел бы сделать два замечания. Вот тут есть одно замечание, второе мне сегодня подсказали на семинаре. Я хотел его вписать, да не успел. Значит, механизм наследования, то есть повторного использования свойств объектов с возможным изменением этих свойств на другие, если мы того хотим. А мы помним, что с точки зрения современной Википедии, наследование, это такое все про эффективность доступа к информации, наследование, это как раз про повторное использование. Так наследование можно организовать не одним способом, не тем, который обычно в большинстве языков программирования используется, а несколькими. Например, способ, который мне предложили сегодня на семинаре, это прототипирование, как в джаваскрипте. Мы можем вообще не заморачиваться понятием класс или не заморачиваться понятием иерархия класса. И когда мы хотим повторно использовать все то, что умеет наш объект, мы можем сказать, сделайте мне такой же объект, такой же, а потом я в нем что-нибудь поправлю. Более того, нет, не буду это показывать, потому что, на мой взгляд, это не совсем корректно. Но расскажу. Человек, который это сделал, он просто использовал модуль дипкопия, который просто тупо сдипкопировал все поля, которые можно скопировать, потому что не все можно скопировать на самом деле. Но в том классе, с которым мы работали, можно было это сделать. И у него породился объект, как бы точная копия исходного, и дальше в этом объекте он радостно делал модификации, можно было добавить туда метод, положить еще чего-то. Ну, короче, вот такое. Вот. Но в питоне прототипирование как способ наследования не развит совсем. Еще один способ – это проксировать объект, то есть положить внутрь объекта, скажем, нашего, объект, скажем, строка. И сделать так, чтобы все функции объекта строка были доступны в нашем объекте, и плюс еще что-нибудь. Ну, вот у меня была классическая задача – сделать строки, которые можно не только умножать на число, но и делить на число. Вот. При этом они, значит, отрезают там кусочек. Вот. Как выяснилось, это очень непростая штука, потому что проксирование в питоне, скажем так, я не готов про него рассказывать. Оно есть, для этого есть специальные модули, специальные наработки, но в синтаксисе его нет. Вот. Поэтому нам остается настоящая классическая иерархия классов, которую, собственно, мы уже немножко в нее поглядели, когда глядели вот в этот вот ход. Вот у нас базовый класс. Вот он. Вот у нас производный класс, который говорит, я его создаю на основе базового класса. В, значит, давайте попроще сделаем, да. Вот мы создаем какой-то базовый класс, в котором, ну, чего-то такое есть. Давайте мы еще ради интереса сделаем ему и нит. С каким-то значением, да. Вот. Сделаем еще какой-нибудь метод, да. Это было слово «ретерн», да? Ну, как-нибудь так. Кто мешает? Давайте посмотрим, что при этом получится. Я думаю, что все получится хорошо. Non-string. Что не так? А. Не тормоз. Так, только там скобочка забыл. Ну, в общем, понятно. А теперь давайте сделаем на основании него производный объект. Класс D. Вот C. Это было слово «класс». Вот. Чем поменяем? Давайте поменяем шоу. Dev show. Вот self. Return. Только оно «вал», да. Обратите внимание, что я не поменял ни репр, ни нит. Давайте посмотрим, что с ними произойдет. Не здесь. Вот так, да. Да. Что я сделал не так? Что? А, потому что C, да. Вы этого хотели сказать. Вы это хотели сказать. Ну да. Смотрите. Типичный пример повторного использования. Логика определена в объекте C. Разница определена в объекте D. Ну, в смысле, в классе C. Разница определена в классе D. Это разница только в том, как работает метод шоу. Поскольку метод репр у нас уже определен, когда мы дергаем D.reper, у нас дергается C.reper, ему туда приезжает тупо. Вот сюда тупо приезжает объект типа D, а не типа C. И всем хорошо, потому что утиная типизация. Мы можем даже, смотрите, написать здесь print, давайте, чтобы было понятно, да, type от self. Да. Вот отладочную информацию вывезем, чтобы... Там вот здесь скобочки не хватает, да, вот этой. Только фы. Вот так. Ну, вроде так, да. Репр, который прописан в классе C, внезапно применился к классу D. Почему он применился к классу D? Да потому что туда объект типа D приехал. Почему он применился? А кто запрещал? Не запрещал никто. Это, как это сказать, это все, что вам нужно знать о полиморфизме в питоне. Да, утиная типизация накрывает этот полиморфизм классических языков со статической типизацией, накрывает его, как бы, целиком. И даже чересчур целиком, как некоторые считают. Будет время, поговорим еще об аннотациях. Но пока что вот вы видели. Смотрите, давайте мы попробуем определить здесь метод add, который будет порождать новый объект с суммой полей вал. Да, return, return, c от self.val плюс other.val, это было слово self, плюс other.val. Некоторые из вас знают ответ, а некоторые не знают, но могут догадаться. Вам не кажется, что что-то не так вот в этом коде? Те, которые знают, пока молчают. Все будет работать, обратите внимание, смотрите. c от 9, плюс c от 8. c от 8. Че там, c маленькая? Да? Вот, все хорошо. Давайте мы это закомментируем, а то пропалимся. Ну, шикарно. Все работает. Давайте мы это раскомментируем и таки пропалимся. Ну, на самом деле проще, на самом деле можно вот так сделать. e равняется d от 12 плюс d от 67. Какого типа у нас объекта e? c, разумеется. Потому что мы так написали вот тут. Вот тут. Плохая идея. Надо как-то по-другому это делать. Да, да, да. Обычно я делаю так. Я обычно вместо c здесь пишу type self. type от self. Мы помним, что функция type это не просто вывести нам строку какую-то. Это именно возвращает объект соответствующего типа. Соответственно, если у нас c типа c, то тут будет c, а если у нас c типа d, то будет d. Вот так она уже будет работать. О, а мы видим, что оно типа d, да? По двум скобочкам. Вот тут оно было с одной скобочкой. Пыталась потыкать пальцем. А вот тут оно с двумя скобочками. Потому что оно типа d. Ну, это слово type. Е. Вот. Ну, теперь все хорошо. Обратите внимание на то, что... Ничего в этой конструкции не говорит нам о том, что объект, который приезжает в этот самый ад, является наследником класса c. Он может быть кем угодно. Мы можем сказать, абсолютно другой тип. И сложить с ним. Что будет, если сложить c с d? Ничего плохого. Там есть интересная хитрость, что будет, если сложить d с c и c с d. А в одном из них он в случае будет типа c, а в другом случае типа d. Ну, слушайте, вы сами виноваты. Вы так придумали. Вот. Вы не можете, как бы, найти самый последний класс и все преобразовывать к нему. Наверное. Ну, вы можете, вы можете определить этот самый, разопределить... Кстати, а что будет? Нет, слушайте, это извращение. Ладно. Я просто подумал, а что будет, если удалить здесь, удалить здесь ад, а там сделать r ад. Тогда они все будут типа c, а чтобы они все типа d были? Надо самому делать ад. Надо самому делать ад и всегда преобразовывать. Увы. Хорошо. Значит, еще одна вещь, которую нужно помнить при наследовании, это ситуация, когда мы хотим конструировать что-то... Смотрите. Я, например, хочу переписать конструктор. Да? У класса d. dev self.init Вообще не так все. init Да? Что там? Val. Ну, еще какой-нибудь дополнительный параметр, необязательный. Key равняется, там, 100, 500. Нет, не знаю, нулю, трем, одному. Что я хотел бы сделать? Я хотел бы повторить процедуру инициализации родительского объекта, хотя, вообще говоря, не знаю, как она устроена. То есть сейчас-то я знаю. А если я сделал импорт, и мне приехал этот класс, как бы, и он большой и толстый. Я могу, конечно, попробовать вызвать какое-нибудь, что-нибудь типа такого. Ща. Ща скажу. У нас есть... Ща, погодите. Давайте мы это попробуем. Есть метод лучше, но сначала мы попробуем метод хуже, так? C. Нет, D. Base class, да? Ну-у. Не, не хочет. Слушайте, не знаю. Как посмотреть родительский класс? Не знаю. Это, наверное... А как, что там? Давайте посмотрим. Давайте посмотрим. А, слушайте, это настолько оно, что D. Base — это C. Я тормоз. Все проще. Вот. То есть мы, в принципе, можем здесь написать вот так вот. Что-то типа... self, точка класс, точка base, точка init, но вы видите, да? Я не хочу дальше писать. Более того, на самом деле, это нас не спасет от ситуации, когда сюда приедет какой-нибудь не тот класс. Нам нужен не тот. Мы можем попробовать... Помните? Мы можем здесь... Сюда может приехать класс типа D, например. А сюда может приехать класс типа фиг знает какой, при том, что D у нас будет для него базовым. Нам нужно здесь предусмотреть невозможность явно указывать, какой метод init мы вызываем. А сказать питону, дорогой питон, вот у нас есть иерархия наследования, там есть какие-то поля и какие-то методы. Дай мне тот метод, который вот я бы вызвал, если бы вызвал отсюда. В данном случае ответ очевиден. Это метод родительского класса, если он определен в нем. Или дедушкиного, если в родительском нету, а в дедушкином есть. Короче, первый попавшийся, когда мы смотрим по иерархии классов, где там определенный метод есть. Вот. Но даже в этом случае мы можем ошибиться. Например, в классе C нету init, а сам класс C унаследован какого-то класса B, и init в нем. Мы здесь можем этого не узнать. Понимаете, да? Сложная проблема, на самом деле. Потому, по этой причине в питоне сделана специальная штука, которая называется супер. Супер. Которая, собственно, и служит таким... Я только не помню, она с кавычками, в смысле она коллабл или нет. Ну, давайте сначала... Да, она коллабл. Вот. Значит, которая, собственно, и служит таким проксирующим классом для всех уже накопленных методов. Фактически мы производим все наследование, накапливаем все имеющиеся поля, и эти все имеющиеся поля нам возвращает супер. Вот здесь можно писать супер... Сейчас, точка init, да? И сел в точка... Коровницкий. Мне кажется... Мне кажется... Мне кажется... А здесь тогда, соответственно... Этот киев вывозить. Давайте посмотрим, что получится. Чего? А, ну да. Тут селф не нужно, это же объект. Объект точка init, да? Он подставится... Вот этот супер туда поставится в качестве параметра. Он не кей, он ка. Я ошибся. Я неправильно назвал. Обратите внимание, что вот эта двоечка записалась внутрь объекта D, потому что мы вызвали предыдущий, как бы, init от, ну, скажем так, тот init, который был ближе всего в иерархии наследования. Обратите внимание также на то, что это не класс. Супер — это такой, как бы, проксирующий объект. То есть мы взяли и собрали из всего множества классов, которые участвуют в иерархии, собрали такое совокупное пространство имен, назвали его супером, вернули сюда, вызвали из него и init, и init вызвался. Дальше мы дописали туда свое, и вот получился такой чистый сухой код. В случае, когда у вас наследование линейное, супер — это как бы экземпляр родительского класса. В действительности это не так. Мы сейчас об этом поговорим, когда мы будем поговорить о множественном наследовании. Стоит приводить пример еще одного наследования, или, в общем, понятно, как тут все происходит. Фишка состоит в том, что вот если бы, например, я написал вот так вот, а здесь написал вот так вот, то мне бы уже нужно было писать какой-то еще init, не знаю, тот init или другой init. А в данном случае мы говорим, супер, найди мне тот init, который ближе всего. Из него вызови, пожалуйста. Я думаю, что так работать тоже будет. Чего? Ой. А, ну да. Потому что там это же не d. Там есть значение по умолчанию. Ну вот. Собственно, мы туда прокладку вставили. Прокладка ничего не делает, но она, главное, ничего не поломала. И это главное. Вот. Впрочем, да. Окей. Значит, если есть какие-то вопросы по наследованию, да это, да это... А-а-а-а, есть вопросы по наследованию. Я еще не все сказал. Черт. Мы, мы, мы... А, ну зато мы поговорили про супер. Отлично. Значит, и вот теперь мы упираемся в одну штуку, в которую мы раньше не упирались никогда, потому что мы не занимались наследованием. Предположим, к вам приезжает какой-то класс, документацию по которому и содержимое у которого вы читали невнимательно. Ну, допустим, с. Тут, допустим, x, y равняется 0,0. Дев, там, init. Да неважно. Хоть. Так, дайте подумаем. Сейчас я подумаю, как правильно это сделать. А, вот. Это было слово init, естественно. Тут, допустим, 100500. да, self.x, запятая self.y равняется xy. Все хорошо. Кстати, давайте я все-таки поставлю стыр. Не перегружайте репр. Это плохая практика. Вы, когда перегружаете репр. Помните, я репр перегрузил, у меня только мекал этот класс, ничего не показывал. Вот. Перегружайте стыр. Не ленитесь писать print. print. Ну, вот. Self. Return. Return. F. Допустим. x плюс z, y плюс z. Да, вот так вот. Вот. Значит, смотрите. Вот нам приехал какой-то класс, в котором есть какие-то поля. Мы пользуемся полями x и y, взаимодействуем с ними. Мы знаем, что этот класс там что-то хитрое с ними делает. Вот. И мы говорим, класс, класс d, вот, c. Ну, не знаю. Ничего не делаем. Все хорошо. Все отлично работает. Не все отлично работает. Вот так отлично работает. Все отлично работает. Мы говорим, вот у нас класс d, изменения, да, там. Вот. Вот если мы напечатаем эту штуку, то у нас будут... Тут было self везде. Я попался на удочку. Везде self. Вот так. Ой, изменения не сохранены. Вот. Значит, все хорошо. Вот. Все работает. Теперь. Мы решили этот класс, ну, мы не зря же от него наследовали. Мы их решили в него, его модифицировать. Ввести еще одно поле, которое нам нужно для наших каких-то внутренних дел. Ну, какое-то поле, ну, не знаю, там, вот, def.init.wabla, вот, self. Self. X, Y, ну, и какой-то дополнительный параметр, пар. Вот. И написали, значит, что там, супер init от X, Y. Да. Запихали. Ну, и self. Ну, допустим, не знаю, допустим, Z. Равняется пар. И дальше мы как-то этот используем. Что мы сделали? Мы внезапно убили поле Z, занавесили его полем Z нового класса. Теперь имя Z, которое нами введено совсем для других целей, может быть, там, ну, не знаю, там, ну, не важно для каких. Да? Оно внезапно будет использоваться методами класса C. Ну, давайте для определенности скажем, что это Z наше исключительно для того, чтобы мы как-то идентифицировали эту штуку. Да? Rn для красоты так. Да? self.z только вот так, вот так вот. И здесь super. Ну, или, вернее, так даже, стера super. по-моему, вот так это должно работать. Вот. Это был, это был какой класс? D, да? D. что я сделал не так? что-то я торможу. Что я сделал не так? Я хотел просто вызвать предыдущий класс. А, здесь был S1, а вот этот вот стыр вылез неправильно, да? Ну, и ладно. Давайте тогда вызвем так. Че? А, ну да, я тормоз. Конечно, так не будет работать. Super нам вернет просто этот самый. да, да. Может быть, вот так лучше? О, да. Все хорошо, за исключением одного простого, простой вещи. Если мы вызываем класс C, то у нас тут вообще-то, раньше-то было вообще-то 100 500 прибавлено, а тут внезапно у нас 1 прибавлено. Мы-таки хватаемся за голову, кто нам изменил алгоритм? Че случилось? Почему? Почему у нас вот что? Что мы сделали не так? Оказывается, мы не так назвали вот это поле. Потому что это поле использовалось как внутреннее для реализации класса C, а мы это не посмотрели. И взяли, мы перебили на имспейс класса C, в котором и внезапно туда влезли грязными своими ручонками и сказали, дорогой, вот за... Да, нам пора заканчивать, а у нас еще еще множественное наследование. Хорошо. А уже у всех голова плывет. Боюсь, что множественное наследование придется отложить на следующий раз. Я сейчас про него расскажу, чтобы, ну, закончить тему, как это, как можно, но разбирать алгоритм будем тогда на следующем, на следующей лекции. Окей. Значит, что делать? В отличие от ситуации, значит, я уже говорил, защитить что-нибудь таким образом, чтобы туда нельзя было добраться, это не пропитано. Но в данном случае нам хотелось бы защитить поле Z не потому, что, не таким образом, чтобы его нельзя было потрогать, а таким образом, чтобы пользователь нашего класса не мог случайно по невидению перебить что-то, что вот там вот. Мы, конечно, можем сделать следующее. Поменять сделать не Z, а подчеркивание Z. И здесь тоже подчеркивание Z. Название, если у вас имя поля начинается с подчеркивания, это означает, что это поле не предназначено для использования наружу, и пользователь этого класса это поле менять не должен. Как если бы он туда посмотрит и действительно не будет менять. То есть договоренность о неиспользовании имен, которые начинаются на Z, это только договоренность. На подчеркивание, это только договоренность. Проблему это не решит. Потому что я как не посмотрел туда, так и не посмотрел. Ну хорошо, я написал, сейчас все это будет работать, потому что Z и подчеркивание Z это не одно и то же, но как только я вот здесь напишу подчеркивание Z, так сразу все будет работать опять плохо. Да? Давайте проверим. там еще один где-то Z был. Вот здесь был Z. Извините, не везде заменил. Вот. Опять наш сто пятьсот куда-то пропал. Нужен механизм защиты тех полей базовых классов родительских, которые мы не предназначаем для экспортирования, от случайного их использования в дочерних классах. При этом намеренное использование не исключено. Это питон, тут все можно. А вот случайно надо бы как-то защититься. и здесь на помощь приходит некий кулштюк. Реально кулштюк. Который ну давайте напишем пример, да, вот здесь вот напишем print D вот раз, два, три. Да? Ошибка есть. Который кажется на первый взгляд слегка противоестественным, но после того, как ты к нему привыкнешь, уже не кажется. Если ваше имя поле начинается на два подчеркивания, именно на два, да, я понимаю, я понимаю ваш нервный смех, но тем не менее, если ваше имя поле начинается на два подчеркивания, видите, да, оно сработало как надо. Если ваше имя поле начинается на два подчеркивания, то оно считается настолько внутренним для вашего класса, что при изготовлении дочернего класса из него это поле переименовывается. Смотрите. А где у нас поле два подчеркивания Z, кто найдет? Самое первое. Если имя поля вашего класса начинается на два подчеркивания, то при изготовлении, даже не при изготовлении дочернего, я соврал, при формировании namespace, оно переименовывается в имя подчеркивания имя класса и дальше вот это самое подчеркивание имя поля. Не сказать, что это прям вот такой прозрачный ход. С другой стороны, смотрите, все условия выполнены. Понятное дело, что случайно теперь случайно вы свое поле так никогда не назовете. Зная, что подчеркивание строка два подчеркивания что-то это спроксированный преобразованное имя чужого поля, вы не будете называть поле вашего класса подчеркивание названия другого класса два подчеркивания какая-то хрень. Ну, если будете, мы уже несколько раз это говорили сами себе злобный бурати. То есть от случайной записи и случайного доступа к этому полю мы таким образом защитились. До тех пор, пока вы описываете класс естественным образом это поле называется безо всякой трансляции, как только вы начинаете им пользоваться, оно как бы ходить туда снаружи, оно используется с трансляцией. Пока во всех этих методах, которые внутри, эта трансляция проделывается обратно. Тем самым мы можем смело заводить поля начинающиеся на два подчеркивания в наших классах, зная, что таким образом namespace clash нам не грозит никогда. Хотя бы уже потому, что транслированные поля будут начинаться на одно подчеркивание, а не на два. Вот. И принимая во внимание это соображение, внезапно оказывается, что да, это непрозрачный, но довольно островомный ход. Еще раз, защититься от доступа, скрыть наличие поля или что-то такое, как это принято, скажем, в C++ или Java, мы не можем. А вот сделать так, чтобы люди грязными ручонками случайно не влезли в ваше прищу с поля мы можем. Специально, конечно, мы можем туда влезть, почему бы и нет. Можем влезть. Смотрите. D точка. Ну, поехали. Точка. Вот. И упс. Вот. Ну, это бы сделали намеренно, да? Человек, который вот такое вот пишет, он либо хорошо понимает, что делает, либо, ну, совсем не понимает, что делает. И это как бы, ну, как-то обезьяна, который, если очень долго пишет, может «Войну и мир» написать. Вот. Значит, у нас осталось три минуты до конца ленции. У нас огромная тема с множественным наследованием, которая точно переезжает на следующую лекцию. Но, чтобы не быть голословным, скажу следующее. Смотрите. Что такое множественное наследование? Это когда вы вот в этом конструкторе указываете вот здесь не один класс, а много. вот здесь. Вообще говоря, все. Вот, казалось бы, ну, какие проблемы? Ну, взяли все классы, посмотрели все поля, сложили в одну кучу. Если там есть какие-то клыши, тупо выбрасывали лишние. вот. Проблема начинается тогда, когда у вас вот этот граф наследования не является деревом. Когда он является, ну, сетью. Вот. Как только у вас существует несколько путей при попытке определить, какие вообще поля приедут в наш объект, вот как здесь или как здесь, встает вопрос о стратегии. Вот у этого объекта D, какое должно быть поле V, взятое из, не так, ну да, у нашего класса D, какое должно быть поле V, взятое из A или взятое из B? В смысле из C, в B и V нету. Очевидно из C. Ну, потому что мы перегрузили сначала V, определяя C, потом мы рассчитываем, что D будет ссылаться на C.V. Тем не менее, если у нас организован поиск в глубину, мы сначала идем по левой ветке, доходим до A.V и говорим, о, у нас есть поле V. Потом доходим до C.V и говорим, нет, слушайте, у нас уже есть поле V, спасибо. Нехорошо. Казалось бы, надо просто делать в ширину, да, чем ближе мы, чем выше мы поднимаемся по иерархии, тем меньше стоимость, меньше шансов того, чтобы увиденное нами поле окажется в нашем namespace. Нифига подобно. Вот, пожалуйста, граф наследования, который при обходе в ширину тоже добирается до поля A.V. Да? Мы зашли на верхний, на первый уровень нету V, А второе у нас состоит из объекта BBB и объекта A, в смысле класса. И в классе A есть поле V, значит, оно и выиграло. Тоже неправильно. Кроме того, к требованиям к логике метода Resolution Order это, разумеется, Field Resolution Order, да, мы просто смотрим, где какие поля лежат. Но в традиционном программировании почему-то это называется MRO, метод Resolution Order. Вот. Так вот, в традиционном программировании к методу Resolution Order подъявляется еще некоторое количество требований, ну, например, требования, чтобы, когда у вас типы здесь написаны D, E, F, то и методы брались бы сначала из D, потом из E, потом из F, да? Или, например, что если у вас класс D сделан на основании класса C, то методы из D должны появляться раньше, чем методы из C. При поиске, какой взять. Да, вот это вот в скобочках, это, собственно, ордер, да, как мы ищем. Вот. Ну, в общем, поскольку время наше закончилось, на этом месте мы останавливаемся, значит, видимо, домашнего задания на множественное наследование не будет. Вот. Ну, зато будет на все остальное. В следующий раз тогда у нас множественное наследование и, видимо, исключения до кучи. Ну, потому что, потому что пора. Если есть вопросы, еще кто жив, задавайте. Если нет, то спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok